Добрый день! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компании, где вы быстро и недорого можете купить качественные БУ-запчасти. Работая с вашими комментариями, мы наткнулись на очень интересный запрос. Итак, встречаем Honda 2.2 ICD-TI. До 2003 года компания Honda не производила собственных дизелей. Их первым дизелем стали моторы N-серии, которые появились в феврале 2003 года с объемом 1.6 и 2.2. Сегодня мы разбираем 2.2-литровый мотор N22A1, снятый с Honda Accord 2004 года. Инженеры Honda воплотили в своем дизеле все передовые решения 2000-х. Это легкий алюминиевый блок, турбина с изменяемой геометрией, 16-клапанная ГБЦ, пьезофорсунки, Common Rail 2-го поколения, а также балансированные валы в картере. Он развивает 140 лошадиных сил. Его ставили на всю европейскую линейку Honda Civic, Accord, FRV и CRV. Первый дизель Honda получился очень удачным, но есть в нем и нюансы. Сразу следует упомянуть очень недолговечный и дорогой двухмассовый мотор. Этот мотор должен заправляться маслом с вязкостью 0V30. В противном случае мы получим проблемы с натяжением цепи. Очень много нареканий вызывает работа этого двигателя в морозы. Если температура опускается ниже минус 15, а вы заправились не совсем зимним топливом, то обогрев топливного фильтра просто не справляется со своей задачей и двигатель может не заводиться. Кроме того, этот фильтр очень деликатный и его лучше менять каждые 10 тысяч километров либо перед зимним сезоном. В противном случае начнутся проблемы с прокачиваемостью топлива через него. И не поверите, заводка в минус 15 беспокоит владельцев Honda даже в Германии. Во впускном коллекторе этого дизеля всего одна заслонка, перекрывающая один из общих впускных каналов. Из-за нагара и сажа она подклинивает. Вдобавок выходит из строя соленоидный клапан, который ей управляет. До 2008 года эти клапаны были признаны дефектными и менялись на улучшенные. Вот этот клапан, который управляет вакуумом, регулирующим положение заслонки. Дефектный клапан вызывает утечки этого самого вакуума, что приводит к нарушению работы заслонки. Это проявляется в потере мощности двигателя, рывках при разгоне и появляется ошибка P2004. Очень в редких случаях помогает снятие этого клапана и продувка его сжатым воздухом. Наша разборка идет полным ходом и в моих руках сейчас оказался выпускной коллектор. Этот узел растрескивается при пробеге 150-200 тысяч километров. Это признанный заводской дефект Honda. Honda специально увеличила гарантию на выпускной коллектор до 7 лет и меняла этот узел по гарантии. Дизеля Honda оснащались турбинами ГАРЭС, изменяемой геометрией и жидкостным охлаждением подшипников вала. Первые экземпляры не отличались долговечностью. Обнаруживался люфт вала турбины с последующим выбросом масла в выпуске впуск. Но наша турбина сухая и без посторонних люфтов. На дизеле Honda турбина с вакуумным актуатором. Шток регулируется гайкой. Не лучшее решение, потому что гайка может откручиваться и нарушаются регулировки всего узла. Наша разборка продолжается и мы не можем не отметить абсолютно логичные компоновки нашего мотора. То есть, чтобы снять форсунки, надо просто снять топливопровод, открепить крепление и оба они сняты. И вообще здесь все узлы легко доступны. Например, топливная рампа лежит на впускном коллекторе. Открутил два болта и уже ее снял. И опять же, нет каких-то труднодоступных болтов, креплений и так далее. Правда? Правда. Это впускной коллектор. Смотрите, как простой и по-японски он устроен. Откручиваем три гайки и вынимаем первую часть. Здесь находится датчик давления воздуха. Если датчик давления засоряется, то мотор может поддергиваться, у него падает мощность и начинаются вялые отклики на акселератор. Берем вторую часть нашего конструктора. И что мы здесь видим? Правильно, ту самую единственную заслонку, которая перекрывает впускные каналы. Из-за большого количества нагара во впуске заслонку может подклинивать. Из-за этого мотор начинает тупить и возникает ошибка по заслонке. Но в данном случае нагара здесь немного, поэтому заслонка работала исправно. Это, пожалуй, один из самых здоровенных клапанов EGR, которые мы когда-либо снимали. Он получает выхлопные газы через отдельный массивный канал в ГБЦ. Мы можем отметить хорошее состояние EGR, потому что здесь лысажа минимальная и поверхностная. Как и на всех дизелях, этот клапан может подклинивать. Мы получаем проблемы со смесеобразованием, запуском двигателя и так далее. Мы берем в руки топливный насос Bosch. Бош, бери! Топливный насос Bosch надежный, не капризный и проблем не доставляет. Три форсунки у нас снимаются руками, а одну будем снимать обратным молотком. Правда? Правда. Пьезофорсунки на Honda очень надежные, но владельцам не надо забывать менять вот эти медные шайбы каждые 50 000 километров. Масло меняли большими интервалами, зато кулачки распредвалов у нас в отличнейшем состоянии. И надо обратить внимание на то, что они очень тоненькие и хотел бы сказать огромное спасибо инженерам Honda за то, что они в своем первом дизеле предусмотрели гидрокомпенсаторы. Цепь приводит движение в выпускной распредвал, от него шестерней приводится в движение в пускной распредвал и вот этой шестерней приводится в движение топливный насос. Вопросов по ГБЦ в японском дизеле не возникает, а по цепи ГРМ возникает. Скоро расскажем. И на японских моторах демпферные шкивы не вечны. Посмотрите, демпфер буквально порвало в клочья. На задней стороне мы видим масло. Это масло попало с сальника коленвала. Это сальник коленвала. На этом дизеле он является слабым местом. Часто течет. И вот мы добрались до цепи ГРМ. Цепь, мягко говоря, не вечная. Она растягивается на 200-250 тысяч километров. Начинает шуметь и ее необходимо менять. И скажем еще одно спасибо японцам за механизм натяжения цепи. Здесь шток натяжителя со стопором. Поэтому цепь не ослабнет, когда давление масла будет нулевое. Но если из строя выйдет вакуумный насос, то для его снятия придется лезть вот сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие наши подписчики, начинаем ослаблять болты, чтобы снять головку с центра. Правда? Правда. Заметим, что головку в этом моторе держат массивные болты на 10. Здесь какой-то японский хон. Блок у нас алюминиевый с прессованными чугунными гильзами. И на этих чугунных гильзах очень интересный японский ход. Линии хона здесь более частые. Хон у нас без замечаний и без намеков на задиры. Хороший мотор Honda. В этот раз у нас поддон не пробит и ничего криминального в нем нет. Японцы, красавцы, здесь даже на натяжителе цепи балансира есть топор. Чёрный масляный налет под клапанной крышкой. Нас изначально напряг, но когда мы продолжили разбирать мотор, мы поняли, что мотор в принципе идеальный. Такие же оказались и поршни. Нет вопросов по маслосъемному кольцу, нет вопросов по компрессионным кольцам. Единственная небольшая потертость на графитовом напылении, по вкладышам тоже вопросов нет. Как и ожидалось, коленвал у нас красавчик. Нет вопросов ни по коренным, ни по шатунным шейкам. Обратите внимание на чистоту блока. Это говорит о надлежащем уходе за мотором. Правда ведь? Конечно, правда. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали очень продуманный и очень хорошо сконструированный мотор, который в очень хорошем состоянии и в котором не нашлось никаких косяков. Именно такие моторы вы можете купить в компании «АвтоСтронг». Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на соцсети, делитесь этим видео. Обязательно смотрите вторую часть нашего мегапроекта EBIT и CRUSHIN. Заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти, дешево и с доставкой. И помните, с вами была компания «АвтоСтронг».